Все больше людей жалуются на завышенные цены ритуальных услуг, плохое качество коммунального сервиса, непонятная цена образования в сети местных аптек. В качестве примера председатель терророделения АМКО Юрий Кровец рассказал, что аптеки в двух одесских больницах продавали лекарства дороже, чем расположенные за пределами лечебных учреждений аптеки той же сети. При исследовании деятельности аптечных учреждений, которые ущеляют свою деятельность на территории лечебных заведений, были выявлены факты реализации лекарственных средств по ценам выше, чем данные аптечные сети реализовывают лекарства за пределами лечебных учреждений. Были даны ряд рекомендаций, данные рекомендации выполнены и цены приведены к единой системе в рамках аптечной сети. При исследовании рынка подключения к сетям электрогаза, тепловодоснабжения и водоотведения сотрудниками АМКО было открыто два отдела относительно ПО Одесса Облэнерго. Одесским отделением открыто и передано рассмотрение Центрального аппарата Монопольного комитета Украины два отдела относительно Акционерного общества Одесса Облэнерго. Нарушения были выявлены на рынке выдачи технических условий, а также на рынке передачи электроэнергии по нерегулируемому тарифу. Как отметил Юрий Коровец, Облэнерго является монополистом в области предоставления услуг поставки электроэнергии. Однако оно не является монополистом в сфере предоставления услуг по монтажу электрооборудования. Этим может заниматься любой человек, имеющий соответствующие документы. Кроме того, сотрудниками управления были выявлены нарушения в сфере вывоза мусора и предоставления жилищно-коммунальных услуг. Исследование по большинству рынков продолжается.